Сегодня у нас продолжение специального проекта программы «Запечатленное время». В выпуске, который мы хотим вам предложить, будут две киноленты. Одна 1937 года выпуска, другая 1938 года. Первая кинолента – фильм о достижениях страны Совета. Эксперт Эдуард Чукашев. Историк, публицист, редактор военно-исторического журнала. Ведущий Виктор Баталин. Начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Здравствуйте, Эдуард. Я хочу показать вам фильм, который называется «Здравствуй, Новый год». Вообще речь идет о 1938-м годе. Ну, здравствуй, год какой? 1938-й. Но, как всегда принято, прежде чем встретить Новый год, надо проводить старый. Так вот, этот фильм рассказывает о достижениях и вообще о жизни страны Совета в 1937 году. И вот давайте вместе посмотрим этот фильм и подумаем, а все ли события нашли отражение в этом фильме. Как вы думаете, это будет любопытно для нас? Думаю, любопытно, учитывая, что в 1937 году возродилась в Советском Союзе старая традиция провожать и встречать Новый год со Снегурочкой, Дедом Морозом, с елкой и с праздниками для детей. Хорошо. Ну что, начнем смотреть? Давайте посмотрим. Давайте. И вот, Виктор, смотрите, какое замечательное начало, да? Рождение Нового года и рождение нового человека. Даже четырех. Роженица родила сразу четырех детей. Екатерина Николаевна Акинтина родила четырех близнецов. Растите и мужайте, дорогие дети. О вас заботится наша страна. Что любопытно, в то время Советскому Союзу крайне необходимо было поднимать численность населения. Поэтому рождение детей всячески приветствовалось. Тем более, приветствовались многодетные семьи, да? Но вместе с тем, есть вторая сторона медали, да? Кто будет помогать молодой матери, молодому отцу воспитывать этих детей? Тогда с этим было сложно. Все-таки страна бедная была. Но здесь мы видим тоже свое родное достижение советской власти за прошедшие годы. Здесь ленотипист печатает на ленотипе. Раньше ведь как? Наборщик по буквам набирал текст необходимый и потом печатали страницу. Здесь же набиралась целиком страница и отливалась одной формой и с нее уже печатался текст. В данном случае мы видим, как набирают газету Правда на ленотипе. Печаталось несколько форм, отливалось. Одновременно. Одновременно, да. Несколько форм оставалось для московской типографии. Остальные формы рассылались самолетами по всему Советскому Союзу в наиболее крупные города. Почему отправляли именно формы в другие города? Понимаете, какая штука? Тиражи газет тогдашних были миллионные. Ни в одной стране мира такими тиражами газеты не выходили. И напечатать в одной типографии 5-миллионный тираж газеты Правда было просто физически невозможно. Он бы печатался двое суток. Поэтому его распределяли равномерно по городам и весям и печатали одновременно. Вместе с тем мы не должны забывать, что даже маломальски оппозиционной прессы в Советском Союзе в тот момент не было никакой ровным счетом. Только официальная пропагандистская машина. Итак, следующее достижение. Станция Северный полюс-1. Сбылав заветная мечта человечества. Северный полюс завоеван большевиками. Здесь мы видим Отто Юрьевича Шмидта и Папанина, конечно. Надо сказать, что на тот момент это действительно были легендарные личности. Шмидт целиком, всю свою жизнь посвятил Северному морскому пути и освоению русского севера. Благодаря ему, собственно, наши нынешние достижения как бы базируются на его разработках. Папанин это тоже как бы герой своего времени, потому что это начальник первой станции Северный полюс. И что интересно, обратите внимание, экспедиция была, казалось бы, чисто научной. Но вместе с тем, обратите внимание, самолет. Это бомбардировщик ТБ-3. Тяжелый бомбардировщик. Которым обслуживалась эта станция. Для чего еще, кроме научных целей, была организована эта станция? Для того, чтобы стать дальнеприводным радиомаяком для советской военной авиации. Не будем забывать, что в 37-м году отмечалось 20-летие советской власти. И, безусловно, такая дата должна была быть обеспечена каким-то совершенно грандиозным научно-техническим прорывом. И здесь мы видим с вами знаменитый перелет Чкалова в Соединенные Штаты на самолете Ант-25, созданном Андреем Туполевым. И который назывался «Сталинский маршрут». Совершенно верно, который назывался «Сталинский маршрут». Иначе он называться в те времена просто не мог. «Сталинский маршрут» – легендарный беспосадочный перелет советских самолетов Ант-25 из Москвы в Америку через Северный полюс. Первый перелет состоялся в июне 1937 года. Экипажем самолета командовал Валерий Чкалов. Второй перелет в июле. Командир Михаил Громов. Существует мнение, что пропагандистская цель этих перелетов стояла второй по значимости. А основная задача – испытание самолета, который был спроектирован как дальний бомбардировщик. А это перед нами просто эпохальное техническое достижение Советского Союза того времени. Это знаменитый канал «Москва-Волга». Именно по завершению строительства этого канала Москва и стала тем самым знаменитым портом Пяти морей. Откуда можно попасть либо в Черное, либо в Балтийское, либо в Белое, либо в Азовское, либо в Каспийское море. И это не пропагандистский штамп, это действительно так оно и есть. И вот что интересно, остановитесь на секунду. Видите тень, расплывчатая тень? Если приглядеться внимательно, видно, что это тень от дирижабля. Не от самолета, который, казалось бы, обычное дело, а именно дирижабль. С него происходили съемки. Он давал, видимо, необходимую плавность. Мы видим перед собой здание Северного речного вокзала. Что интересно, в то время вот этот знаменитый шпиль, на котором мы видели звезду, был рабочим. То есть с началом навигации шпиль телескопическим образом вытягивался вверх, а по окончанию навигации убирался вниз, вот в эту башню. Увенчан этот шпиль кремлевской звездой. Это первый комплект кремлевских звезд. Еще не рубиновый, а с применением самоцветов. В дальнейшем звезды, расположенные на башнях Кремля, заменили. А эта звезда до сих пор венчает собой шпиль речного вокзала. При строительстве канала использовался труд заключенных. 14 сентября 1932 года был создан так называемый Дмитровлаг, просуществовавший более пяти лет. Заключенные работали в адских условиях, не доедая, не досыпая, вручную копая грунт, поэтому смертность среди них была крайне высокая. Всего на строительстве канала было задействовано до 1 миллиона 300 тысяч человек. А умерло, по официальным данным, 23 тысячи заключенных. Военные маневры 1937 года. Но куда без них. Надо сказать, что осенние маневры, они были ежегодными. Просто различались большие маневры и малые. Проходили они во всех округах. И являлись собой вершину военной учебы. Вот здесь можно остановить. Вот интересный будет кадр. Стоп. Перед вами очень любопытный такой кадр. Мы с вами видим рождение воздушно-десантных войск. И интересный очень парашют, которым пользуется воздушный десантник. Это советская модификация американского парашюта системы Ирвина. У него была одна характерная особенность. Вместе с основным куполом мгновенно выходил и запасной. И парашютист должен был, балансируя на двух куполах, приземлиться в указанной точке. Что было довольно сложно. И в дальнейшем, конечно, от этой практики избавились, перейдя на другую систему парашютов. 20 лет Великой Октябрьской социалистической революции в СССР. О, Николай Иванович Ежов. Именно с фамилией этого человека мы ассоциируем начало широкомасштабных репрессий против своего народа. Которые в дальнейшем были названы большим террором. Большой террор. Этим термином современная историография характеризует период наиболее массовых репрессий и политических преследований в СССР в 1937 и 1938 годах. Компания массового террора была организована лично Сталином и, может быть, квалифицирована как геноцид собственного народа. Кроме того, репрессии нанесли чрезвычайный вред экономике и военной мощи Советского Союза. В эти годы по политическим мотивам было приговорено к расстрелу почти 700 тысяч человек. А общее число жертв большого террора составило около 1 миллиона человек. Стахановское движение. Один из мастеров-стахановцев. Казалось бы, огромные достижения советской власти. Люди добровольно бьют рекорды по производству. Но вместе с тем, именно в те годы страну захлестнул просто гигантский вал брака. Почему? Потому что учет, в первую очередь, шел количественный, но никак не качественный. Причем доходило до абсурда. На некоторых заводах, допустим, был цех кузнечный и цех металлообработки. Токарь получал для изготовления, допустим, 5-сантиметровой детальки, огромную, полуторакилограммовую металлическую болванку, которую обтачивал. Представляете, сколько металла уходило просто в мусор, на переплавку. А почему? А все очень просто. У кузнечного цеха план был в килограммах, а у токаря в штуках. Абсурд. Абсурд. И это продолжалось буквально до последних лет советской власти. За нашу Родину! За героев Советского Союза! За доблестную Красную Армию! За чудесный советский народ! За счастливую жизнь! Ну и, конечно, уходящий год заканчивается чем? Новогодним застольем. В данном случае мы видим коллективные, как было принято тогда, встречи, празднования этого события. И, воистину, это воплощение в жизнь слов Великого Кормчева. Жить стало лучше, жить стало веселее. Для кого-то и так. Спасибо, Эдуард. Согласитесь, что этот год, наверное, один из самых тяжелых и неоднозначных в истории нашей страны. Год большого террора, год больших достижений. Сложный год. Но это наша история, история нашей страны. А теперь зрители смогут посмотреть этот фильм целиком.